Продолжение следует... Продолжение следует... Прошло 30 лет и все, мы здесь работаем. Здесь у нас процедурный кабинет, кабинет приема, детский кабинет и прививочный кабинет. Ну и холл для ожидания вызова. Очень бы хотелось, чтобы там были физиокабинеты, физиокабинет, потом процедурный кабинет, прививочный кабинет, кабинет приема, кабинет отдыха. Ну, наверное, ФАПы больше не располагают на другое. Во-первых, это здание, которое сейчас у нас, не приспособлено для медпункта. Во-вторых, мы на втором этаже. Вы понимаете, что люди внизу живут и люди вверху живут. У нас здесь детки плачут, у нас здесь всякое может быть. Кто-то плачет, кто-то громко разговаривает. Уколы делаем. Ну, тоже же это все слышно. Вот. И я считаю, что ФАП, он должен всегда быть отдельно от жилых помещений. И фельдшер нужен, и медпункт нужен, и аптечный пункт. Ну, то есть обязательно нужно. Обязательно нужен. Ну, что это, квартира там? И сортиры все, все, кучи. А комнатежка, где эти больные собираются, там вообще не провернуться? Очень нужен, очень нужен. А тут, может, и площадь поболее будет. Крывая комната. Крывая комната. Крывая комната.